приветствую всех как слышно надеюсь слышно хорошо маленькая заминка произошла чуть-чуть техническим причинам так приветствую всех на открытом вебинарии применение платформы волфикс это четвертый открытый вебинар совместно с школой московской биржи вот и затем следует полный курс уровня эксперт где вы сможете познать объемный анализ как работать на срочном фондовом рынке командно в одиночку и принципе очень так плодотворно плодотворно 10 лекций пройдет начиная от объемного анализа фундамента открытого интереса и заканчивая тактическими стратегиями относительно интродэй торговли среднесрочной и позиционной и так так вижу чтобы погромче сейчас попробуем настроить если получится 1 секундочку сейчас попробуем настроить так вот так лучше слышно 1 2 3 1 2 3 отлично так ну приступим насчет записи предыдущих вебинаров то пропустил либо же не смог прийти вы можете посмотреть на канале в московской школы московской биржи на youtube-канале либо же на youtube-канале компании волкс то есть они будут там находиться достаточно длительное время и по ссылкам вы сможете пройти перегрузка ну все так я думаю будет хорошо 75 процентов пойдет громкость хорошая супер итак это как раз касаемо полного в курсов здесь вы можете нас кстати посмотреть описание ну плотный график будет и нужно будет достаточно много времени уделить изучению давайте приступим к платформе волкс и так стартовая кнопка формы выглядит вот таким образом это market watch когда вы запускаете платформу если примеру еще не пользовались платформой волкс вы сможете на сайте школ московской биржи найти на наших анонсах там есть в любом случае ссылочка кажется даже вот демо версию не стесняйтесь берите там на 14 дней спокойно сможете ознакомиться протестировать попробовать и разобраться во всех сервисах их там достаточно много и так market watch в принципе не ну он отвечает за такой ваш постоянный список инструментов которые вы мониторите и здесь таблица по активным инструментом также график intraday который показывают динамику относительно ядра 30 процентного объема вчерашней сессии недельного объема относительно этого уровня насколько ушел рынок и также процентное изменение внутри сессии последняя колонка но это не все здесь принципе идет управление всеми настройками и здесь также можно синхронизировать все окна которые вы будете использовать в течение торговли синхронизация выбираете те окна которые вы хотите синхронизировать и просто нажимая на тот инструмент который вы торгуете либо хотите посмотреть все окна будут подгружать именно эти данные очень удобно и не нужно делать действие которое в принципе не нужно делать так теперь на и компоненты значит как выйти в вкладке компоненты есть раздел графики то есть все возможные вариации и отображение котировки начиная от барова графика доступного и понятного всем уже наши разработки и реверс чарт комбо бар classic профайл тоже из раздела маркет профайла кластеризированные графики мы сегодня попробуем это все бусинка посмотреть ну в общем вкладке charts если вы хотите посмотреть котировку структурированную с объемом с фильтрами по своему инструменту сразу заходите туда и выбирайте свой инструмент и так исследование это раздел статистика то есть здесь есть ряд инструментов которые помогут вам изучить свой инструмент на базе этого архива который мы храним за много лет котировки мы получаем с биржи и ее никуда не удаляем она хранится мы проводим исследования разные на исторических данных степень масштабности данных до одного трейда то есть до мельчайших подробностей то есть максимально ничего не убирается не как не сжимается вот как пришли данные так мы их храним и ну это достаточно много кстати место занимает и очень много бирж в общем то сколько информации только с биржи force приходит мы секс это ну много на самом деле итак идем дальше статистика здесь в основном все модули в виде таблиц где можно сортировать находить то что вам нужно указывать определенные параметры затем и третий тип инструментов это торговый модуль сейчас покажу как он выглядит вот собственно торговый модуль все кнопки все настройки то есть расположение определенной информации разрабатывалось нами и мы как бы отталкивались от своего опыта торговли что удобно что он стоит изменить все это просматривалась то есть создавали изначально для себя то есть если нам удобно тогда мы этот сервис инструмент уже можем показывать другим ничего сложного здесь нет в торговом модуле здесь как вы видите сейчас котировка рубля вот эти цифры зеленого красного цвета это интегрированная как графику стакан активный немножко шкала сжата по пресс-кейл но это для того чтобы вы видели весь всю глубину стакана причем сам стакан вот он сейчас на секундочку вот это интерактивный кластерный такой поток ликвидности который отображает поведение стакана относительно агрессоров по продажам и покупкам то есть две колонки и можно в режиме реального времени видеть сколько агрессоров на покупку либо на продажу находится в самом тике очень удобно особенно когда вы открываете позицию вам нужно чтобы не только вы покупали на примеру какой-то уровень поддержки либо сопротивления вы видите что там тоже другие покупают и агрессоров достаточно много то есть вы не против всех стоите и это очень облегчает торговлю и открытие сделок проходит намного легче это стаканцем вот глубина заявок над ценой по ценой это разница между равно удаленными заявками то есть вы можете видеть какой ликвидности больше естественно это все в режиме реального времени и это только такой вид стакана я покажу чуть еще как можно его настраивать менять и как он может эффективно приносить пользу далее это торговый модуль то есть здесь есть еще в функции арбитраж можете торговать арбитраж на статистический арбитраж то есть не календарная именно статистический причем расчет автоматически производится по даже если на инструментах разной валюты также контрактность то есть количество контрактов базис и расчет расчет идет на ведомый инструмент 2 по арбитражу также есть option desk сейчас попробую его продемонстрировать вот он подгрузился на другом мониторе сейчас вот так он выглядит это в общем пульт управления всеми возможными функциями которые у нас есть по опционам ликвидность опять же управление ордеров ну и вот таком формате это можно использовать он работает и пока участников немного но опционный рынок развивается и такими всеми мильными шагами так ну это окно ордеров здесь есть возможность настраивать сложные приказы то есть когда вы отправляете лимитник на рынок вы можете вести расчет в тиках к примеру стоп лосс автоматически не 10 тиков а к примеру в кэше то есть указать непосредственно на какую сумму должен выставляться автоматически на стоп лосс то есть от точки открытия рассчитывается лимит по потерям примеру указали там 3000 рублей это будет величина стопа этой либо же процентном эквиваленте мне допустим удобно я привык все рассчитывать в тиках здесь выставляется на сколько тиков стоп лосс должен быть выставлен профит тоже и трейлинг стоп на где остановится плавающий стоп лосс и стоп тренинг стоп таргет то есть может за рынком стоп лосс автоматически подвигаться если вы примеру не можете находиться у терминала либо торгуете в скальп стратегии где просто физические преимущества у автом автоматически то есть и у вас отображается справа относительно этого отложенного приказа далее buy market sell market я думаю всем знакомы эти ночные приказы и здесь тоже можно настраивать ну к примеру давайте 10 50 20 вот и это тестовый счет допустим нажмем чтобы продемонстрировать вот открылась позиция причем у нас все рассчитано так что если допустим сработает стоп приказ то профит он автоматически этот ордер программа снимет чтобы не было таких вариантов как вы забыли снять какой-то лимитный ордер и потом на следующий день очень неприятный сюрприз ну и в аварийной кнопки cancel all and read out этот вебинар да в записи будет обязательно так идем дальше по программе компоненты значит социальные инструменты есть рейтинг трейдеров есть статистика трейдеров и возможность общаться с другими трейдерами по чату и получать фит на новостной фит также обновление платформы это system news и все возможные новые апгрейды либо же новые сервисы начнем я думаю с статистики давайте по очереди по мере как и есть у нас расписано в плане этого вебинара и так из всех этих модулей по статистике я хотел бы вам продемонстрировать достаточно интересный статистический модуль ну как стать когда говоришь статистика кажется что это просто невероятное облако цифровых данных которое страшно даже наблюдать вот а еще и анализировать вот на самом деле вы допустим time and sales модуль он показывают в режиме реального времени вот потока ликвидности на инструменте так ну то мы сейчас уберем 60 вас нам и сейчас я откорректирую столбики колонки вот пошел feed я думаю многие знакомы с таким словом как лента сделок трейдов либо же time and sales это наше видение в этого инструмента причем колонка прайс объем сайте гирок и сайт эгрессоров два типа маркировки в ликвидности на покупку на продажу технически внутри платформы и с маркировкой которые приходят непосредственно самой бирже специально их сравниваем для тех инструментов где к примеру нет потока с маркировкой у нас все равно рассчитывается tick direct маркировка по объему открытый интерес последняя колонка здесь можно настраивать фильтр к примеру видите очень много мелких сделок мы поставим ограничение 5 то есть сделки меньше 5 контрактов они не будут отображаться в ленте ну и это будет немножко спокойнее происходить вот здесь 60 поставил каждые 60 минут чистить кэш чтобы не засорять оперативную память компьютера это используется здесь особо несложно разобраться в том как блоками идут продажи в основном либо же покупки вот вы видите на серию сделок по 5 контрактов все на short потом бай то есть активность преимущественно какая сейчас пример вы собрались открывать позицию желательно конечно чтобы был на вашей стороне поток который идет со сделками то есть если вы продаете то лучше конечно когда идут в основном пакетные такие продажи и чем объемнее тем лучше объемность она создаст больше дисбаланс и вероятность расширения ценового коридора будет намного больше ну вот байров пока чуть чуть меньше также можно присматриваться к таким моментом как активность то есть быстрее рынок начинает двигаться в медленнее что-то ждут либо наоборот ликвидность упала все видно по колонке воли им и степень ликвидности рынка так как рынок менее ликвидный он более такой эти уровни легче пробить и расширение ценного диапазона будет ожидаемом от ожидания от позиции будет намного меньше при таком рынке так ну это мы целся это один из инструментов статистики я его закрываю дальше идет у нас интересно такой также немножко похожий но это всего лишь кажется с первого раза что он похож и так тоже таблица мне например тип отображения данных виде таблиц не очень импонирует поэтому не удивляйтесь что я буду немного про них рассказывать вообще как бы статистические исследования сбор статистики изучение инструмента который вы торгуете хотя бы даже по базовым ключевым критериям там степень ликвидности средняя ранжировка движение торговой сессии базовые основные там таймфреймы к примеру тоже желательно изучить потом те же самые закономерности прогнозирование это все можно делать имея архив данных мы храним данные как раз для этих целей то есть исследования разработка стратегий бэктестинг стратегий ну и естественно сбор статистики и определение оптимальных параметров настроек для фильтров и поисковиков и так это текущая сессия на паре на рубле значит поставим сейчас тут вот так вот и мышца сортируем и увидим самые крупные сделки которые были сегодня колонка здесь изображение идет тиков каждого тика цена его объем тика то есть как и сколько было контрактов потом непосредственно дельта дельта вкратце это разница между агрессорами на покупку и агрессорами на продажу красное значение маркер означает что больше селлеров зеленые соответственно больше байеров ну мы особо не меняли цветовой привычные цвета количество трейдов в тике и открытый интересную соответственно вот это идет как раз трейд лист сейчас я его обновлю обновление покажет нам первое трейды самые большие есть объем есть трейды есть объем трейдов то есть здесь если допустим кому-то не не ясно могу немножко так как бы понятнее объяснить всем понятно да окей идем дальше значит это часа улюм лимит уберу это фильтры по ликвидности допустим свыше 1000 контрактов будет оранжевым темно оранжевым цветом желтым свыше двух тысяч я их уберу чтобы они нам не мешали вот так выглядит таблица без фильтров объяснить вкратце насчет есть тик дать минимальное изменение цены шаг цены на разных инструментах разный допустим на санты 0 25 25 центов так вот в одном тике лучше давайте покажу прямо на тиковом графике заодно и вы вам продемонстрируем самый точный и самый функциональный и просто без него никак этот тиковый график здесь идет отображение каждого тика с его объемом с его сайдом так чтобы сразу было понятно это след поведения стакана то есть как ведет себя рынок и здесь идет отображение каждого тика который один тик это минимальный шаг цены причем вы можете в платформе его менять примеру сейчас стоит минимальный на рубле да можно поставить 10 соответственно тики будут от 10 тик это не одна сделка это не один какой-то трейд тик имеет разную допустим минутный бар вроде как понятно да цена колебается там в пределах одной минуты мы видим такой вот бар за минуту то есть мы видим коридор который расширял ценовой диапазон рынок и здесь понятно тик он может формироваться секунду он может формироваться 10 секунд минуту допустим чтоб сразу было видно как это мы возьмем вот так и погрузим сейчас данным и так видите да такой серень темно-серый график это и есть тиковый график плюс здесь идет отображение достаточно детально давайте сейчас толще его сделаю и светлее он будет его сразу видно видно хорошо то есть вот этот к минимальный шаг цены в каждом этом тике происходили какие-то сделки то есть не обязательно одна сделка пока рынок здесь находился могло пройти 300 сделок могло пройти две сделки могла сделка всего лишь одна быть здесь допустим в предыдущем модуля тик search объем тика означает что все сделки которые были в этом тике суммируются их объем и указывается в количественном значении в колонке вводим потом колонка трейд давайте мы вернемся сейчас быстренько на этих search тонку трейс показывает сколько сделок в этом тике было 49 вот допустим на самый крупный по объему тик было 49 сделок на больше всего сделок было сейчас посмотрим 125 сделок 1835 объем прошел две тысячи четыреста пятьдесят контрактов они естественно на стороне селера это дельта уже идет и вот они расписаны в этом листе эти все 125 сделок вы можете также его ограничить давайте мы поставим trade фильтр это здесь настраивается допустим сделки меньше 50 контрактов нам не интересны ну и объем меньше 500 контрактов нам допустим не нужно там отображать мы его сейчас скроем то есть вот только то что выше 50 контрактов на одну сделку и выше объема 500 контрактов по тиковому вот они расписаны эти 50 49 сделок один trade был 1883 контракта невероятно правда рядом 1383 также можно сортировать сам трейд-лист и смотреть какие были сегодня допустим крупные сделки свыше 1000 контрактов и в какое время покупки по каким ценам то есть можно смотреть будет ли уровень интересен так как там размещали позиции крупные участники тот же уровень поддержки сопротивления и симбиоз технического объемного анализа он принципе отлично работает и так если так может масштабно увеличить то тики тиковый график выглядит максимально детально то есть все все движение рынка отображается вот один такой маленький маленький бар является тиком все вся информация про этот тик в таблице тик search допустим мы сейчас разобьем временной период на одинаковые колонки и 1 минута то есть мы сейчас увидим такое количество вот это 1 минута и вот сколько тиков может быть на протяжении 1 минуты то есть это может быть один тик может быть огромное количество тиков вот видите сколько было тик это минимальная шаг цены все то есть минимальное изменение цены это уже такой кирпичик в архиве данных который еще хранит в себе очень много информации это направление тика количество сделок количество трейдов сами трейды их объем цена время тип ну в общем очень много значит можно также посмотреть в режиме бедаск тиковый график то есть направление тика просматривать подгружать хантекс это адресные сделки также можно еще комбинировать два тиковых графика наблюдать допустим корреляцию спот котировки и котировки фьючерса сейчас мы немножко их окей спасибо только что увидели уведомление это сработал alert вот сейчас вы видите темно-серый и темно-синий график то есть spot котировка и тиковый график фьючерса одновременно примеру возьмем индекс ртс и фьючерс на сбербанк сейчас подгрузим вот можно видеть корреляцию двух инструментов на максимально детальном уровне то есть если минутные бары выглядят вот так вот то есть это минута на то в одной минуте может происходить там соцел целая модель и расторговок и разные активности и хантекс это отдельный поток ликвидности который но в стакане не проходит то есть его они они не отображаются допустим адресные сделки блок трейдс такие как бы направленные трейды то есть отдельный поток ликвидности не в общей это тоже биржевые сделки которые проходят на бирже она отчитывается по ним то есть их тоже транслируют поэтому их нужно отдельно от отображения делать так как они через стакан не проходят они достаточно крупные и иногда очень крупные ну а допустим есть тик но это мелкий видимо значит корреляция сейчас фьючерса на акцию сбербанк и индекс ртс то есть максимально детально можно просматривать и также еще можно отображать фильтрацию тиков волюм лимит пусть им поставим 100 и 80 это фильтры по объему в тиках я сейчас отключу второй тик тиковый график и оставлю только вот вы видите сейчас такие ярлычки возле тиков с цифрами это указанное количество контрактов каждого тика который выполняет условия тех фильтров которые установил сейчас вот перед вами чуть побольше поставим я допустим для такого удобного просмотра графика ставлю темно-серый цвет для тикового графика и вот эти яркие ярлычки иск сразу видно вы можете смотреть пусть им как активно проходят сделки на он-то локальном максимуме минимуме либо сейчас на данный момент вот отложенная заявка в 1000 контрактов на 99 810 зафиксируем пускай будет то есть это вот выше цены и ниже цены глубина рынка а это интерактивный классер который показывает перевес дисбаланс ликвидности на чьей стороне в данном тике вот примеру сейчас вы видите девятнадцати семь то есть до селлеров больше два два в три раза практически три начали давить байера выше 6 и 1 то есть абсолютная победа байеров и этот он обновляется то есть он не статичный поэтому он привязан к стакану вы можете сразу и отложенные заявки участников видеть и разницу и крупные заявки в стакане и даже можете выставить фильтр по объему для самого стакана сейчас поставим к примеру 250 и 250 для аске бит но для дельты поставим пускай на сто восемьдесят вот видите да какие-то крупные заявки сразу же выделяются и также выделяется дельта по этим заявкам равно удаленным вот видите то что меньше указанная фильтра идет таким фиолетовым можно цветовые решения на свое усмотрение это не является допустим возьмем так здесь мы возьмем вот так можно с цветами конечно нужно проиграться также стакан можно сжимать абсолютно как он удобно так как он привязан графику и масштабировать тиковый график даже иногда необходимо сразу видите в виде гистограммы то есть гистограммное отображение данных построена на таком принципе что значение которое самое крупное находится на пике гистограммы значение самое минимальное либо нулевые находятся внизу то есть и и вот в таком формате вы сразу видите весь стакан он на ртс достаточно широкий точно также на рубле его очень волатильный инструмент то есть вот эти вот столбики это означает что он достаточно крупное значение отложенных ордеров относительно всего списка который здесь отображен отображен то есть причем этот тип отображения данных намного быстрее помогает принять решение и оценить ситуацию так как допустим вот тик все еще да он сделан виде таблицы представьте себе вот этот весь список сейчас быстро проанализировать и сказать по каким ценовым диапазонам чаще всего проходили крупные сделки я уверяю вас это займет достаточно не маленькое количество времени она принятие решения нужны совсем совсем иногда даже секунды рынки очень ускоряются за счет новых технологий и интернет трейдинга и принципе в сферного направления и самих компьютеров с ценой с ценами по платформе вы можете ознакомиться на сайте там прям целый раздел таблица по прайсам в зависимости от того какую биржу вы хотите анализировать какие инструменты какие сервисы и там давайте пробуем чуть попозже чуть попозже чтобы я не взбивался с ритма потом с ценами вот и представьте себе вот этот же тип данных в виде какой-то гистограммы ну к примеру вот видите это есть гистограмма то есть значение которое находится на пике являются на наиболее крупными относительно вот этого всего объема то есть диапазон с наиболее крупными сделками можно очень быстро выделить и это не занимает так много времени как допустим таблицы поэтому когда вы используете графики для анализа данных объема также данных открытого интереса дельты очень удобно использовать гистограммный тип отображения данных снизу вы видите такую еле заметную гистограммку в которой чередуются то есть весь объем в тике сразу можно посмотреть сколько там контрактов и его маркировку соответственно цвет маркировки соответствует агрессору цветовое решение все привычные и мы их не меняем так это был тиковый график вот здесь еще очень много настроек просто чтобы успеть другие инструменты вам показать тиковый график очень хорошо использовать для скальпинга для более точного открытия позиции так как вы детально видите происходящее не только в виде котировки но и в отображении объемов это достаточно очень удобно также для тех кто торгует арбитражно незаменимый инструмент абсолютно возвращаемся давайте закроем вопрос по разделу статистики что можно здесь еще также по статистике есть такой сервис как дельта search то есть вы видите у нас есть несколько типов поисковиков какие-то данные вы хотите найти за какой-то период по своему инструменту это все вот volumsearch возьмем к примеру индекс ртс и меня интересует к примеру самая объемная 15 минутка за этот контракт с 15 с 15 0 9 я выставил период текущий контракт декабрьский мы нажимаем apply и платформа обращается к архиву и достает все данные вот в таком виде таблицы итак и так мы берем колонку кто-то волюм здесь много данных как видите и и самая ликвидная 15 минутка оказывается 70 тысяч 109 контрактов за 15 минут высота это 15 минутки 96 трейдов всего было 20 тысяч за 15 минут можете себе представить какое огромное количество сделок это развесовка по бедаск между ними дельта сразу просчитывается направление 15 минутки ну и 100 данных алоу также еще максимальный объем по одной цене из 15 минутного таймфрейма этого то есть если 15-минутный бар в нем есть определенные цены то есть есть если здесь 96 размер то там достаточно огромный список цен и по какой-то из из них прошло 2764 контракта за 15 минут суммарным ну время дата в эту этой 15 минутки либо же в допустим самая активно да так и есть она и самая является самой высокочастотной 15 минуткой за текущий контракт по одной цене за 15 минут прошло больше всего 6300 контракт то есть вы можете изучить свой инструмент какие бывают дисбалансы какие объемы бывают из этой статистики уже тогда идет развитие на построение торговой стратегии так как вы можете чего-то отталкиваться не имея как бы архива в любом случае прогнозировать поведение рынка легче когда у вас есть архив данных и вы уже знаете что ожидать что ожидать в таких ситуациях таких ситуациях с таким объемом стук с такой волатильностью итак итак тиковый график мы закрываем значит чарс ну возьмем сразу баровый график он уже здесь есть ну баровый график на самом деле очень функциональный и этот модуль ну используется каждый день для оценки общей динамики можно также здесь допустим вот индекс ртс склейка несколько контрактов стартовая дата 15.06 можно допустим посмотреть за год сентябрь 2015 прескил сожмем до 100 динамика ртс вот за этот отрезок времени идет подгрузка данных что можно получить от барова графика допустим для intraday трейдеров либо позиционщиков то есть масштабность таймфрейма бара достаточно ну такая несложная то есть не сильно широкий спектр таймфреймов допустим на некоторых инструментах есть и до 5 секундных баров диапазон здесь стандартный набор но можно даже на недельных барах смотреть там весь архив допустим котировки с объемом так управляемый абсолютно график можно так смотреть масштабировать увеличить до стандартного значения снизу вы видите гистограмму ликвидности сейчас таймфрейм дневной то есть каждый бар который вы видите это один день то есть его период таймфрейм те кто к примеру используют свечи японские в своей торговле в своих тактиках применяют для анализа можно включить бар тайп сейчас стоит хайлоу можно дополнительные данные по максимальному объему в баре установить и open close то есть открытие-закрытие там практически похоже на свечи информация та же сейчас я вот русских когда сжимается пресс келл бар остается таким же по количеству тиков сколько и он был только визуальное отображение идет в более сжатом формате то есть допустим суммарный объем не изменится все данные которые в этом баре есть они не поменяются к примеру только при выставлении линий у вас будет шаг не в 10 сразу будет меняться на 100 то есть это вот отображение в виде японских свеч можно настроить абсолютно световые решения любого любая гамма начиная от белого фона и черного графика почему вот иногда спрашивают почему постоянно черные графики и черные такие вот тона все очень просто 8 мониторов и торговля происходит в основном вечернее время и черные экраны они не так сильно давят на глаза и не сильно устаешь вот я вообще использую такую на торговом терминале раскраска идет еще более пастельные оттенки минимально ярких пятен и так это решение для японских свеч и я верну обратно настроечки очень много функций на баровом графике можно для себя найти параметров и вернее индикатор VWP это средневзвешенная относительно объема то есть формуле учитывается формуле расчета учитывается также объем не только цена я взял за месяц период и первое отклонение второе соответственно вы видите сам VWP индикатор он идет оранжевым цветом и отклонением первое второе VWP более приспособлен к интродэй стратегиям и там он как бы как в своей тарелке для больших масштабов он в принципе разрабатывался для интродэй торговли вот но мы сделали такой вариант дальше снизу вы видите гистограмму которую можно также настраивать какие данные вы хотите видеть в этой гистограмме сейчас режим объема значит здесь гистограмма указывает на общий объем за день то есть чем выше значение тем выше показатель гистограмме также вы можете какие-то значения допустим отобразить более ярко вот как сейчас вы видите красное значение total volume так 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 ну вот к примеру мы поставим здесь полтора миллиона здесь миллион триста самый яркий будет два миллиона это значение мы вообще уберем вот и сразу те сессии где было больше чем миллион триста вы их можете быстро выделить и не тратить время на просмотр какие где были объемы сумма за день быстро переключили посмотрели на дельта это разница опять же между агрессорами оценили ситуацию как по динамике у нас вчера были байеры на 36 тонн разница и сегодня мы висим на максимуме фактически максимуме вчерашнего торгового дня опять же смена динамики агрессоров байеров селлеров в нижней гистограмме по этим таймфреймам можно посмотреть процентном соотношении то есть ну и дополнительно объем дельта и объем процентное соотношение помимо всего этого можно анализировать еще и открытый интерес который достаточно неплохо помогает оценить ситуацию по по интересу к цене активности на рынке допустим кто подскажет когда официально начался конкурс лучи какая дата официального начала точно да 15.09 если сравнить к примеру открытый интерес до конкурса он будет меньше снизу гистограмма это как раз есть показатель открытого интереса количество открытых позиций на рынке зеленые участки означает что количество открытых позиций увеличивается соответственно вот здесь открываются позиции там где красный участок позиции закрываются то есть выходят из рынка и это очень неплохо помогает для приятия решений открыть сделки то есть вы можете открывать позицию там где все закрывают и наоборот то есть есть тактические стратегии относительно этого показателя это все на одном только баровом графике также можно посмотреть как ртс допустим относительно сбербанка сейчас себя ведет ну такой фиолетов график это и есть сбербанк сейчас мы немножко вот можно посмотреть дельту насколько они в дельте уже разошлись то есть разница между двумя инструментами переключиться посмотреть на газпром также вы можете масштабировать и смотреть корреляцию достаточно нажать одну клавишу поменять на режим прайс то есть определение точки отчета для инструмента к примеру я хочу посмотреть чтобы два графика строились именно из этой точки то есть это немного смещает ракурс грубо говоря то есть не не все торговые платформы позволяют такую возможность с разных точек смотреть корреляцию нескольких рынков и иногда это дает достаточно большие возможности пользу так это был баровый график далее идет у нас кластер чарт ну здесь в основном идет отображение данных графиков графика в виде кластеров кто еще не сталкивался с таким типом графика не пугайтесь ничего здесь сложного нет бар вот если представить что это бар за 5 минут я выставил таймфрейм пять минут так вот кластерный график он отличается от барового только тем что он показывает сколько внутри бара ликвидность какая ликвидность по цене сейчас я поменяю немножко цветовое гамму и мы сделаем это все вот в таком формате то есть тот же самый бар 5 минутка который показывает high low открытие закрытие теперь еще показывает и количество какой объем по цене прошел за этот 5 минуты таймфрейм 63 369 ну я думаю видно хорошо помимо этого всего есть еще возможность видеть дельту то есть разница между агрессорами на покупку на продажу соответственно все это по каждой цене вот вы видите здесь суммарно дельта вот за пять минут и по каждой цене расписано вся эта активность какие-то необходимо выделить сверх активные участки по цене соответственно фильтрация позволяет выделить какие-то на грязь агрессивных байеров селлеров это не сложно допустим дельта это хорошо но вы хотите посмотреть отдельно колонки бидаск то есть но вот агрессоров на покупку на продажу это все выглядит вот таким образом примеру вот у нас первые 20 минут сегодняшней торговой сессии по индексу ртс выглядели вот так вот с точки зрения дельта анализ и вы видите по каким ценам были эти дисбалансы и в каком количеством значении то есть 1294 контракта против 2546 то есть практически в два раза больше был байеров ну и соответственно эти определенные точки подсвечивается вы их можете настраивать фильтрацию менять вы выставляете с какого времени вы хотите чтобы график отображался в привычном виде большинство платформ просто берут там утро дэйт обружает график мы можем посмотреть там за неделю за месяц можно выставить сначала открытие биржи либо вас интересует непосредственно когда штаты начинают торговаться то есть с этого момента то есть абсолютно удобно особенно когда вы допустим работаете с разработкой стратегии вам нужно какой-то определенный временной участок просмотреть на нескольких днях вы переключаетесь просто и вот этот отрезок времени он везде сохраняется в общем график класса рчард внутри бара можно смотреть объем дельта дельта процент бедаск опять же объем от стена дельты дельта процентном соотношении достижения объема просто ask просто бит максимальное количество тиков с объемом тики и объем стиками нижний гистограмм это суммарно за таймфрейм сейчас пять минут стоит то же самое то и только суммарно вы видите что гистограмма снизу сейчас в режиме дельта я рекомендую мониторить активность тип выставить бедаск то есть мы мониторить непосредственно что проходит по бита что паск и нижнюю гистограмму в режиме дельта опять же в нижней гистограмма показывает общую динамику общий интерес у торгующих то есть есть режим кумулятивная дельта где суммарная дельта по всей сессии либо за тупик который вы укажете отображается примеру со вчерашнего дня вот видите как она набирала обороты как раз после дневной сессии на вечерке ух для чего нужен кластр чарльд его можно использовать для торговли интродэй для скальпинг торговли для торговли среднесрочной и позиционной так как здесь достаточно широкий спектр таймфрейма 5 секунд и так раз вот до минуты это всего но с вместе с минутой это все для скальпинга масштабность максимально детально можно следить за вот этими потоками ликвидности вплоть до недельного таймфрейма вы хотите посмотреть там за пять лет допустим сбербанк в таком формате дельты и это не проблема абсолютно широкий спектр на любой вкус и на любые торговые стратегии вот настройки фильтров здесь выстраивается беды и аски дельты дисбаланс и все здесь в настройках можно отключить какой-то блок какой-то включить то есть переключиться допустим на другие настройки так так же можно включить price kill вернее гистограмму по ценам и я отключил сейчас еще можно также направление включить и давайте сейчас все включим к примеру у вас ну плохое зрение либо не неудобно смотреть в кластерах непосредственно цифры вы можете также включить функцию гистограмма относительно дельты и в каждом баре видеть вот собственно развесовку по байрам селлером на каких ценах кого больше и кто там был агрессивнее то есть вот в таком формате в нижней гистограмме еще есть функция отображения направления ну байер либо же селлер то есть вот суммарный объем и справа слева такая вот полосочка или просматривающиеся это направление паттерна тоже нижний гистограмму вы уже видели можно настраивать под свои это левая гистограмма естественно дельта то есть агрессивность байеров селлеров и как там и что там в количественном значении отображается значит мы сейчас уберем вот так вот и вот так видите масштабируется если вы к примеру хотите посмотреть в общем картинку за день какая активность какие уровни что-то выделить допустим какие-то важные точки график масштабируются и цифры исчезнут и просто будут маркера это очень удобно так как рано или поздно вы уже хорошо просто настроить эту платформу для себя и вам нужны будут только определенные точки которые будут там с повышенной активностью байеров селлеров то есть сами цифры особо уже не будут придавать не так важно будет важно будет как раз не пропустить их в нужный момент и быть проинформированным так это классов чарт не будем задерживаться с ней про него можно сказать очень много долго как его использовать вот допустим динамика рубля с 19 35 идет на агрессивной дельте на покупку 9 тонн за 5 минут вот 20 00 прошло ярлычки вот эти зеленого цвета соответственно более активные байеры красным цветом более активные селлеры с настройками и можно посмотреть там кто чего сколько объема набросал по цене то есть удобно очень без этого как без 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 глаз на рынке так идем дальше а значит еще но такого прям уж чтоб не сильно вас перегружать это классов про файл тоже шоке это график до этого был куб в классовом виде то есть вы видели бар в котором по ценам идут какие-то данные по дельте по объему либо же процентная развесовка значит вопрос открывай график он пустой написано но да то то дисплей до первых вам нужно вбить тикер значит здесь нужно написать тикеров инструменты которые вы хотите посмотреть если вы не знаете тикер рекомендую на youtube канале нашим найти видео в разделе модули платформы волфикс посмотреть видеоролик символ лукамп этот как находить необходимые инструменты здесь появится такая менюшка и вот все биржи которые есть у нас доступе находите допустим rts ford вот здесь и смотрите список инструментов выбирайте который вам нужно добавить к примеру какой нибудь там два раза щелкаете на него закрываете вон уже весь тикер и нажимаете apply apply это как enter это как подгрузить данные download а или обновить то есть это одно и то же используйте обязательно кнопку apply то есть поменяли какие-то настройки допустим если я меняю даты с 19 по 29 эти но дату дисплей подгрузить данные от отгружаются данные и тогда мы видите график можно сделать на автомате но это будет неудобно допустим вы хотите несколько параметров поменять и это будет некомфортно когда вы только поменяли дату он сразу подгружается и так что это за график кластер профайл ну чтобы так быстро объяснить каждый бар формируется в виде гистограмм то есть вот точно такие же гистограммы как вот здесь вы видите только за тот таймфрейм который вы указали допустим я выставлю можно поставить часы вик он хавор и обратите внимание что сейчас я светлее сделаю там белым так я думаю сейчас будет видно лучше видите каждый бар напомню что это все графики и чтобы не всматриваться в цифры по какой цене сколько было проторгована контрактов допустим по бренд сразу видно распределение ликвидности за час к примеру по ценовому диапазону допустим вот здесь отлично видно очень плотный коридор самой ликвидной части этого часовика то есть не нужно смотреть таблицу потом искать на графике эти коридоры это очень занимает много времени соответственно оценка рыночной активности с точки зрения объема анализа мы сделали максимально быстро комфортно и удобно сюда добавить еще фильтрацию по ликвидности и обычный поток ликвидности если правильно его структурировать фильтровать и делать комфортно для анализа отображения делает очень легким и несложным сам анализ то есть сейчас вы видите красные ярко красные точки это маркеры где объем больше чем я указал то есть это фильтрация объемов ведь то есть те моменты когда проходят самые ну не самая вот именно сделки крупная активность объемная свыше фильтров которые вы установите либо как вы сейчас видите как я установил здесь вот здесь примеру после волатильного движения 17 часов новости кто смотрел сразу же остановили движение 75000 контрактов и вы это видите в режиме realtime на своих мониторах понимаете что там объем на кто-то заходит и на самой минимальной цене на то но в той сессии что с этим сделать я думаю быстро разберетесь это вот фильтрация ликвидности и удобно и комфортно и отображением здесь также есть wp допустим можем включить текущую сессию и минутный таймфрейм да кстати здесь тоже видите достаточно широкий спектр периодов но кроме этого еще можно допустим добавить второй таймфрейм то есть меньше по он отображается и поверх идет допустим часовик прозрачность также вы выставляете можно вообще его еле-еле-еле там отображать чтобы он как будет и был и и не мешал вот 90 процентов прозрачность мы поставим и вот он видите практически его незаметно но все равно вы уже видите какие цены более поторгованы суммарно за час какие менее надеюсь вам видно так это класса профайл рабочая лошадка ежедневно используется каждый день для анализа для комбинирования разных инструментов это range bar chart очень долго про него придется рассказывать но в двух словах отображение графика происходит только по указанным параметрам то есть не здесь вы не найдете таймфрейм минута пять минут здесь просто даже нет такого варианта выбора то есть каждый бар это какой-то параметр примеру объем 10 тысяч контрактов по рублю соответственно бар будет формироваться до тех пор пока не аккумулируется суммарно 10 тысяч контрактов тогда начнет формироваться следующий бар это непривычно я лично месяц привыкал наверно потому что всегда в подсознательно ориентируешься относительно какого-то постоянно одинакового отрезка времени там минутные бары часовики здесь есть свои очень огромные возможности можно по сайзу по дельте к примеру вас интересуют дельта определенного размера пока не наступит дисбаланс ну вот часто и 10 тысяч контрактов давайте поставим 5 вот 5000 контрактов то есть активность и нижней гистограмме и дельту также можно настраивать и в самом баре то есть это нестандартный подход нестандартный взгляд на рыночную активность и его анализ помимо этого есть еще система уведомлений то есть new bar alert и на вашу почту вы это можете настраивать сразу же в сетапе кнопочка windows в каждом модуле есть навигация по платформе допустим окна которую сразу рекомендую купить 8 мониторную систему и не мучиться то global options ой вот это настройки все платформы такие как там шрифт цвет стакана и все остальное вот вот alert указывайте свою почту и в алерты в новых сделок фильтров различных которые платформе производится помимо звуковых и визуальных алертов будет еще и на почту приходить пример у вас вам важно чтобы рынок набрал какой-то объем но постоянно смотреть набрал он или не набрал это утомительно выставили new bar alert выставили объем которого нужно он аккумулировался и приходит уведомлением здесь можно проводить исследования и достаточно интересно находить интересные такие неожиданные закономерности так маркетолог и идем дальше реверс чарт это наша разработкой тип отображения данных видео реверсивных моделей сейчас я выставлю ведь не бар ну звуки отключил поэтому вам не слышно звуковой сигнал новые сделки то есть очень много лертов на объем на дельту на разные фильтры это фактически в карта реверсивности либо карта волатильности инструмента можно чуть попроще поставить где более детальный здесь размер модели указан 32 соответственно как видите будет график окрашиваться в красный цвет пока не будут выполнены условия этих настроек можно фильтрацию создавать можно также добавлять к один текст любую убирать и есть тактические действия определенные стратегии по реверсивному графику ну вот здесь на самом деле много нужно рассказывать тоже очень много фильтров настройки есть под себя вы можете настроить можно смотреть видео кластерного реверсивного графика то есть каждый бар еще с объемом в общем такой сложный графический инструмент но он очень полезный так ну чего еще показать блокчарт давайте лучше покажу социал значит трейд с рейтинг модуль отображения сделок трейдеров то есть трейдеры которые торгуют через платформу волфикс и не стесняются публично демонстрировать эти сделки допустим трейдер бенджамин вот сейчас его сделка идет по рублю трейдер дизель маркуша лекс алекс 01 и все сделки в которой они производят можно посмотреть можно даже получать уведомления новых сделках их также можно дублировать их сделки то есть включить синхронизацию с тем или другим трейдером здесь увидите сейчас порт с участники вот огран 220 смотрите как ювелирно была произведена покупочка вовремя перед закрытием то есть вы видите на график белый и если он трейдер покупает то потом график начинает окрашиваться соответственно движению его сделки если он покупает то график будет зеленый если он будет продавать то график будет краситься в красный цвет и вы видите где какие ордера прошли и вот здесь график зеленый прерывается то есть там огран 220 вышел сколько пипсов он взял статистика по этой сделке можно даже посмотреть лидеров в этом направлении для этого в разделе социал берете трейдер statistics и мы каждый контракт проводим такой свой рейтинг по типу как л че только л че в один раз в год проходит у нас каждый контракт четыре раза в год по три месяца возьмем ртс ford это за по всем инструментом кто торгует публично на бирже ford и возьмем за сентябрьский контракт ртс ford ну вот в общем то количество сделок первые первые места то есть на каком месте здесь идет по пенель процентном соотношении такая стандартная статистика по трейдерам вот у него 344 трейда 154 плюсовые 189 отрицательные на втором месте тарус три сделки производил сделал 37 положительные 16 отрицательные и здесь этих трейдеров около сотни там против 138 или 148 сделки можно видеть дублировать ну и в общем тоже приходит уведомлением если вы подписываетесь на этих трейдеров ну в общем то можно еще долго рассказывать возможности много и информация которая основная который хотел рассказать в этом открытом вебинаре в принципе успел вложился давайте еще пять минут на ваши вопросы выделим также еще хочу напомнить что 3 октября стартует углубленный курс на сайте школы морсковской биржи можете детально с ним ознакомиться приходите пока еще идет давайте вам сброшу ссылку чтобы вы его не искали в общем чате очень много вопросов каким графиком пользоваться для торговли у меня открыто 24 модуля на 8 мониторной торговой системе когда я торгую всего 24 но бывает меньше больше там на 1 2 моды то есть нескольких модулей по нет даже по несколько окон 24 окна то есть грубо говоря по большей степени графики когда я допустим работаю с разработкой стратегии либо следую новые рынки допустим там есть у нас шанхайская биржа биржа вот там конечно еще не особо огромный инструментарий но основные я уже посмотрел пока еще подождем больше инструментов с биржи очень огромное количество с московской бирже фондового рынка и валютного можно мониторить все валютные фьючерсы все сколько позволит ваш компьютер открыть окон столько можно мониторить вот видите уведомление new bar на рубле давайте посмотрим вот новый бар я закрою пока чтобы она нас не в общем видите я пока демонстрировал на открывал очень немало окон к примеру вы наверно подумаете сразу это же очень мучительно каждый день 24 канала откроет настроен нет все сохраняется в ваших как бы мы в вашем профиле layout вы заходите допустим когда я провожу wall street онлайн у меня есть определенные настройки и окна для wall street я нажимаю выбираю wall street и подгружаются модули которые я использую на аналитическом обзоре они выстраиваются на 8 мониторки так как я уже в сохраненном профиле их расставил подгружаются и только менять допустим вы работаете со статистикой создали себе layout для статистики нажали и открывается те окна которые вы используете когда работаете с анализом данных исторических поиску каких-то закономерностей если вы торгуете нажали те тот профиль который вам для торговли нужен торгуете другой инструмент создали профиль под другой инструмент вот это очень удобно и на лауте быстро перешли посмотрели вышли также синхронизация модулей можно какие-то выбрать отключить и много здесь достаточно настроек вот этот лист основной тоже можно выставить какой-то бирже погрузить все тикеры допустим чтобы не мучиться с выставлением каждого тикера так можно ли прикрутить робота в зависимости от того куда вы его хотите прекратить к сожалению платформы of x не предназначена пока еще шлюза либо какого-то api для синхронизации дублирования сторонних программ еще раз можно показать торговый модуль автоматические приказы я вам даже больше сейчас я вам рекомендую просто взять тестовый доступ вы его сразу там несложные сейчас вам ссылку сброшу достаточно быстро получите на почту доступ и то что ну на сайте написано тестовый доступ но в 14 дней у вас будет полностью весь функционал платформы и вы сами посмотрите окно ордеров и автоматические приказы вот сюда проходим по второй ссылке это вот взять тестовую версию смотреть все возможные функции все есть то есть там абсолютно весь арсенал ну раз больше вопросов нет тогда спасибо что пришли нашли время запись будет на youtube канале компании волфикс и также на youtube канале школа московской биржи сегодня через пару часов на канале youtube волфикс точно уже можно будет посмотреть запись ну и встретимся 3 октября на полном курсе всего хорошего до следующих вебинаров до свидания пока и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...